Музыка Складывающаяся ситуация вокруг регионального отделения нашей партии в Республике Башкортостан мы считаем абсурдной. Мы подаем все необходимые документы. У нас имеются все полномочия в соответствии с уставом и с федеральным законом. Вместе с тем, при подаче документов в территориальные и участковые избирательные комиссии, мы сталкиваемся с необоснованными, с абсолютно незаконными отказами в принятии наших документов. Мотивировки самые разные, но мы понимаем, что основной посыл идет не допустить наших наблюдателей и наших членов комиссии с правом совещательного голоса на избирательные участки, чтобы мы могли вести контроль за порядком ведения голосования. Ссылки идут на то, что в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц, руководителем регионального отделения на сегодняшний день является господин Игнатьев. Вместе с тем, 15 июля этого года решением Президиума Центрального Совета партии полномочия Игнатьева были прекращены. Также были прекращены полномочия всего Совета в прежнем составе. Решением Президиума Центрального Совета господин Игнатьев и Бондаренко, бывшие руководители регионального отделения, исключены из партии за вред, наносимый интересам партии. Но вместе с тем и даже на отсутствие в рядах членов партии Игнатьева не останавливает избирательные комиссии от того, чтобы не принимать наши документы. То есть складывается абсолютно абсурдная ситуация. Человек не является ни руководителем, ни даже уже членом партии. Однако с нас требуют, чтобы все документы были подписаны именно этим человеком. Центральным Советом партии в соответствии с уставом нашей партии назначены члены участковых избирательных комиссий во все участки на территории Республики Башкортостан. Но сегодня поступают сигналы со всех территориальных и участковых избирательных комиссиях о том, что даже документы за подписью руководителя партии Сергея Михайловича Миронова не принимаются. Наших членов с совещательным голосом не допускают на избирательные участки. Мы считаем, что данная работа ведется с подачей властей Республики, которые намеренно пытаются не пустить наших представителей, представителей нашей партии на избирательные участки в дни голосования, чтобы фальсифицировать выборы, чтобы мы не имели возможности противостоять предстоящим фальсификациям. Мы будем добиваться, мы готовим исковые заявления в суды, будем подавать заявления, обжаловать все отказы и мы добьемся того, чтобы наши представители все же попали на избирательные участки и мы будем делать все, чтобы противостоять предстоящим фальсификациям. Получается, вот здесь якобы не написан регион, да? И здесь у нас не указан представитель регионального отделения голоса в регионе. Вам так сказали, да? Да, поэтому мы не принимаем. Это в теки вам сказали? Да, да. Все хорошо. Во-первых, было получено решение о назначении меня в должности с правом членом совещательного голоса за подписью Миронова. Этот документ я предоставила в Ленинский ТИК, на что мне было отказано. И обосновав свой ответ тем, что подпись является нелегитимной, почему? Потому что документ должен подписывать Игнатьев и ссылается на статьи федерального закона и на Конституцию Российской Федерации. Аналогичная ситуация у нас происходит на всех участках. Уважаемые избиратели, мы находимся в преддверии очередных выборов, федеральных выборов. Избираем парламент Российской Федерации, Государственную Думу. Ну, что хотелось бы мне сказать. В Республике Башкортостан власть подготовилась очень серьезно к этим выборам. Планируется тотальная фальсификация, то бишь лишение нас с вами избирательных прав граждан Российской Федерации, прописанных Конституцией Российской Федерации. Вместо того, чтобы организовать все необходимые условия в территориальных комиссиях, в ЦИКе, Республике, и создать необходимые условия для того, чтобы у людей было желание прийти на выборы и проголосовать за ту или иную партию, за того или иного кандидата. Вместо этого поступают разнарядки с Белого дома в территориальной избирательной комиссии, главам администрации районов городов, кому сколько нужно дать голосов. Я считаю, что это уголовно наказуемое преступление. В уголовном кодексе прописано, если нарушаются избирательные права граждан, это посягательство на конституционный строй России. И, соответственно, я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы эти чиновники были наказаны по действующему закону. А вас же, уважаемые избиратели, прошу прийти и проголосовать за любого кандидата, за любую партию, дабы не оставлять этим мошенникам голоса, которые они потом воспользуются не в вашу пользу, не в ваших интересах. И считаю, что ненормально, когда за трех миллионов избирателей голосуют три человека и решают судьбу республики и страны. Мы вместе с вами не дадим этим мошенникам заниматься фальсификацией на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok